В эфире программа «Городские встречи» в студии Дина Исляева. Сегодня у нас в гостях доктор биологических наук Марина Казакова. Здравствуйте. Здравствуйте. Марина Васильевна, я знаю, что вы входите в группу учёных, которые работают над третьим изданием Красной книги Рязанской области. Сейчас на какой стадии находится работа? В этом году мы работаем двумя коллективами, как это было и в прошлые годы, при подготовке и первого, и второго издания. Это группа учёных нашего Рязанского госуниверситета с приглашением специалистов из других учреждений. Это наша, так сказать, основная группа. И группа учёных Оггского биосферного заповедника. Два основных раздела в Красной книге – это раздел по животному миру, его курирует Оггский заповедник, и раздел, относящийся к растительным объектам, но не все из них являются растениями. И этот раздел курирует наш университет, конкретно наша лаборатория по изучению и охране биоразнообразия. Я знаю, что даже запланированы экспедиции для того, чтобы составить вот этот список, который войдёт в Красную книгу. Поездки предполагаются в разные районы области, но наши многолетние, уже более 30 лет исследования растительного покрова Рязанской области позволили нам некоторые части области обследовать более детально, а некоторые, к сожалению, оставались до сих пор менее изученными, например, территорией Петелинского района, Путятинского, Чучковского района, да даже Старожиловского района. Конечно, в этих районах менее, так сказать, по сравнению с другими территориями, сохранились природные, естественные биоцинозы, экосистемы, но на самом деле мы их и не очень хорошо ещё знаем. Вот туда нужно будет ехать в первую очередь. Для каждого растения собирается определённая информация. Вот расскажите, что должно быть представлено в Красной книге? Если вы смотрели, листали страницы Красной книги, то вы обратили внимание, что каждому виду растений, грибов, лишайников, животных посвящён отдельный очерк. Это фотография, дающая представление о его облике, скажем, во время цветения. Это самое узнаваемое состояние растений. В данном случае мы о них говорим. Это карта, точечная карта распространения вида, которая составляется как раз на основе наших исследований. исследований других специалистов, которые нам сообщили. И, между прочим, наблюдений тех краеведов, тех натуралистов, тех любителей природы, с которыми мы давно знакомы, да и, в общем-то, незнакомые натуралисты, любители, учителя нам присылают информацию. Иногда это бывает так. Что это за растение? Вот мы его сфотографировали. Присылают, а оказывается, это вид из Красной книги. Соответственно, сразу начинаешь спрашивать, а где вы нашли это растение? Дайте нам точные координаты, или хотя бы описание местонахождения. Вот это обязательная информация. И, конечно, текстовая информация о данном виде. Его статус в Рязанской области, категория редкости по анализу всех данных, его статус в целом в Средней России, потому что у нас он может быть редким, а в соседней Липецкой области или в Тамбовской он может быть достаточно обычным, потому что он в степной зоне, а у нас на границе ареала. Это информация о его биологических и экологических особенностях, поскольку, не зная биологии и экологии, ты не сможешь понять, почему он редок, что ему мешает быть обычным видом, какие его требования, какие его экологические особенности. Это меры, которые уже приняты для сохранения этого вида, и рекомендации, что необходимо. Вот такая информация. Вот сейчас вы упомянули про меры по сохранению вида. Что это за меры, кем они должны быть приняты, и вообще как это отслеживается, или реально это отслеживать или нет? Для чего создаётся Красная книга? Ведь Красная книга – это, по большому счёту, сигнал СОС, который учёные подают от общества, озвучивают состояние, бедственное состояние тех или иных компонентов природы, экосистемы, и в данном случае состояние редких видов. Редкие виды – это индикаторы естественных природных сообществ, которые у нас сейчас всё больше и больше трансформируются либо в сельхозугодие, либо в искусственные лесонасаждения. А от нативной природы, той природы, которая нам досталась от прошлых, прошлых, давних прошлых времён, сохраняется всё меньше и меньше. И поэтому для того, чтобы сохранить такие редкие виды, а они потому и редкие, что у них узкая экологическая, собственно, амплитуда их возможностей, мы должны сохранить среду обитания. Этим занимаются несколько ведомств, но прежде всего Министерство природопользования Рязанской области и, собственно, принятие мер, в том числе ограничения на той территории, где произрастают редкие виды тех или иных видов хозяйственной деятельности. Распашка или вырубка лесов, или какие-то иные действия, изменения гидрологического режима. Вот это то, за что отвечает, собственно, данное ведомство Министерства природопользования. Тот уголок природы, где эти виды хорошо себя чувствуют, где они произрастают. А можете привести пример, какие растения? Вот появились книги буквально недавно, 10 лет назад, 15 лет назад. Ну, таких растений появилось совсем немного, потому что, ведь, собственно, создание списка видов, действительно нуждающихся в какой-то специальной защите, это было уже итогом, результатом наших предварительных исследований, и поэтому мы старались не включать туда случайные виды. И мы достаточно подробно, интенсивно исследовали флору Рязанской области. Но, тем не менее, скажем, такой вид, как дельфиниум и лятум, «Живокость высокая» была обнаружена нами вот в преддверии издания «Красной книги» в 2011 году. Это редкий северный вид, который у нас в Мещуре находится на южной границе ареала, и этот вид действительно является хорошим индикатором сохранившихся долинных сообществ природных. И его нужно было сохранить, и этот вид, и, соответственно, эти сообщества. Вот как один из примеров. Я вам могу привести ещё один пример. Мы не включили во второе издание «Красной книги» такой южно-степной вид, как ковыль опушённый степодозефилля, латинское название его, поскольку по исследованиям прошлых лет 1940-х годов этот вид действительно в Михайловском районе на Проне находили. Мы предпринимали тогда свои обследования, вид не нашли. И мы посчитали его исчезнувшим и, так сказать, несуществующим. А вот в последние десятилетия мы его обнаружили, и, конечно, этот вид должен быть в «Красной книге» как индикатор ценной территории, хотя эта территория уже имеет статус охраняемой природной территорией. Получается, что учёт редких видов растений ведётся постоянно, независимо от того, издаётся книга или не издаётся. Да. В 2004 году я опубликовала монографию флоры Рязанской области. Собственно, по своему базовому образованию я ботаник, флорист. И надо сказать, что в 1977 году, когда мы тогда студенты третьего курса кафедры высших растений биофака МГУ, были на флористической практике в Окском заповеднике, и с профессором Тихомировым собирали растения, изучали растения, узнавали растения, тогда я и поняла, что изучать растения для меня – это самое интересное и самое желанное дело. И вот, наверное, тогда, с 1977 года, я их и продолжаю в Рязанской области изучать по сей день. И это действительно постоянная работа. Но это работа не только нашей, моей жизни. В 1950-х годах на территории Рязанской области работали ботаники Московского университета, которые собрали в нескольких южных районах очень интересные растения, нетипичные для Рязанской области. И, собрав, естественно, они передали эти материалы в научный гербарий Московского университета, главного ботанического сада. И когда мы обнаружили эти гербарные образцы с этикеткой, на которой было написано, где произрастает, где было собрано это растение, мы сразу поняли, что эти места надо обследовать, эти места представляют собой интерес. И действительно, впоследствии мы создали там несколько памятников природы и заказников. Мы с вами говорили о том, что Красная книга – это сос для жителей, для общества, что нужно растения сохранять. Всё-таки, что мы, каждый из наших, может сделать, чтобы редкие растения не продолжали выполнять эту книгу? Во-первых, мы можем более заинтересованно и более внимательно относиться к той природе, которая нас окружает, не уничтожать ту красоту, в которую мы попали, будь то на пикник мы попали, или проезжая и остановились где-то в красивом месте отдохнуть, или где-то мы палатку на берегу реки разбили. Не уничтожать, а любоваться вот той красотой, которая ещё у нас сохранилась. Это самое простое и, наверное, самое главное. Второе. Не замусоривать те леса, которые у нас ещё сохранились. Вы знаете, когда мы проводим обследование, мы очень часто сталкиваемся на маршруте с мусором, несанкционированными свалками. Мы не должны этого делать. Это второе. Не рвать. Конечно, не рвать. Это та красота, которую, если мы её уничтожили, сорвали, один раз полюбовались, всё, её больше не будет. Так, между прочим, уничтожили в Рязанской области такой вид, занесённый в международную красную книгу, как Венерин башмачок. И если в 40-х, 50-х годах в Касимовском районе школьники на последний звонок на выпускной вёдрами собирали в Венерин башмачок, как говорят старожилы, мы сейчас уже ни одного растения не можем найти. Вот вам результат. На протяжении жизни одного поколения уничтожили. Спасибо. Я напомню, что в гостях программы «Городские встречи» была доктор биологических наук Марина Казакова, и мы обсуждали предстоящие переиздания Красной книги Рязанской области. Спасибо, что пришли. Спасибо вам. Наша программа подошла к концу. Я с вами прощаюсь. До встречи на телеканале «Город». Редактор субтитров А.Семкин